Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Brisbane Австралии с очередным видео, где всё ведётся без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Сегодня я хочу поговорить о интересной теме, которую я думал записывать только на английском, но я считаю, что очень многим будет интересно узнать мнение человека, которому не заплатили деньги, за то, чтобы он описал вещь, которая... все говорят, что она прекрасная. Я сейчас говорю о камере, камере спортивной, которая называется GoPro 8. Я сделал, как бы, этот вот открытие и распаковку на английском языке, и я тогда не знал ещё, как работает камера, и не думал делать это на русском. Но дело в том, что... я сейчас расскажу, почему я купил с самого начала, а потом расскажу, почему я решил сделать это видео на русском языке. Дело в том, что я снимаю свои видео на телефон, на Samsung Galaxy S10+, и я считаю, что все видео довольно-таки нормальные. Задача моего канала не быть профессиональными, я не буду редактировать видео у меня с работы, на которой работаю, и нету времени ни на редактирование, ни на что другое. На этом канале я хочу дать людям информацию, помочь людям, помочь в собственных мнениях, помочь со здоровьем, помочь с тем, что могу. Этот канал для того, чтобы я делился. Я знаю, что люди слышат мой акцент, люди слышат, что мне, скорее всего, трудно говорить по-русски, но люди, которые хотят узнать больше о себе, о мире вокруг себя, найдут время и возможность меня слушать и смотреть, даже если не записываю на хорошей камере. И больше и больше отзывов начало происходить с того, что люди говорят, ну вот канал интересный, но тебе нужно получше камеру, особенно, когда ты снимаешь на улице. И когда это был всего один отзыв или пару отзывов, я думал, да ладно, что там этот вот, конечно, всегда лучшая камера, это лучше, но у меня нет и денег на новую камеру, да и, в принципе, я не считаю, что я настолько этим делом занят, чтобы я занялся новой камерой. Но всегда мне хотелось какой-то камеры, которую бы с собой взял на какие-то спортивные тренировки или не боялся уронить. И мысль о камере, как называемой экшн-камере, у меня была всегда. Но я никогда не доходил до этого момента. Максимально, что я себе мог позволить, это в прошлом. Я купил камеру, которую называют люди-мыльница, дигитальную камеру. По-моему, была Sony, которая была водонепроницаемая. И, в конце концов, отдал её обрату. И этот вот не использовал спортивных камер фактически никогда. И начал потихоньку-потихоньку разбираться, что есть на рынке. И понял, что, в принципе, по большому счёту, из лидирующих камер всего есть две. GoPro и, по-моему, называется DJI. И, в принципе, одна из них дорогая, потому что она лидирует, это GoPro. И подешевле, но не намного подешевле, это DJI. У каждой из них есть преимущества, недостатки. И будет такой момент, когда один из магазинов, в которых я обычно покупаю свою электронику, по некоторым причинам жизненным, решил субсидировать мне следующую покупку. Не субсидировать, в смысле, на полную сумму, а поучаствовать, как бы, в покупке. И я, в принципе, этот вот решил, что это, как бы, тот самый хороший момент, когда я себе могу позволить камеру, особенно, когда зритель просит. И вот купил камеру. Я надеюсь, что все вы видели эту камеру. Её основные преимущества в том, что она, в принципе, хорошо собрана, она хорошо сделана. Она сделана именно для того, не чтобы снимать, как фотоаппаратом, а чтобы делать вещи, которые на простом телефоне вы не можете. Это то ли спорт, то ли движение. У неё очень хорошая стабилизация имиджа и всякое такое. И я купил, особенно в будни, мне интересно, скорее всего, в будущем будет снять рассвет на восточном берегу Австралии, потому что он красивый. И я распаковал её, и, в принципе, вещи... Я, кстати, положу эту вот ссылку, кому на английском языке тоже интересно и будет понятно, я положу ссылку на это видео, где я распаковываю её. Может, будет интересно посмотреть. Если не интересно посмотреть, в принципе, австралийская версия приходит с самой камерой. Она приходит без карточки памяти. И приходит без блока питания. Только с кабельком. И приходит без всяких аксессуаров вообще. Только наклейка на шлем и крепление. И всё. Распаковал я камеру. И первое, что я заметил, что, в принципе, камера собрана очень хорошо. То есть, если её уронить, её, скорее всего, легко не поломаешь. Потом я заряжал её, включил. И что я заметил, что действительно в ней она сделана для того, чтобы снимать... Не то, что ты снимаешь телефоном, а именно в движении всё. Очень много чётких режимов. И также эти режимы можно менять на спортивную или активную съёмку. Это очень было заметно с первого раза. Вот. И также, что, в принципе, хорошо. Эта камера очень популярна. И очень много аксессуаров можно купить на рынке. Скажу честно, на этом... Моё хорошее, как бы, отзывы об этой камере, как бы, прекратился. Первое, что произошло, мне нужно было поставить на зарядку. В основном батарейки приходят почти заряженные. Я очень надеялся, что 15 минут, полчаса батарейки будут заряжены. Я заряжал блоком... Нет компьютера. Я заряжал блоком питания телефона. Он довольно-таки мощный. Вот. И заряжалась батарейка к минимуму 3 часа. Мне было непонятно, что это такое. Но я решил, ну, может быть, просто прошла пустая батарейка. В принципе, неприятно, но ничего страшного. Это небольшая проблема. Потом я уже обнаружил, что батарейку заряжать действительно долго. Она ёмкая и заряжается не быстро. Это первый негатив этой камеры, в которой я вижу. Второе, это восьмое поколение этой камеры. Я считал, что люди, которые покупают первое поколение, второе поколение, третье поколение, они покупают, в принципе, продукт, который разработка, и не всё чётко работает. К восьмому поколению я надеюсь, что не будет никаких ни багов, ничего. И, скажу честно, я был просто поражён, насколько, простым языком сказать, камера не отшлифованная в плане софта. Подключение к камере телефона, чтобы увидеть Live View или увидеть, допустим, что снято, происходит через Wi-Fi. Я так и не понял, почему нельзя было это сделать через Bluetooth. Что происходит при Wi-Fi? Он требует прямое подключение. Это значит, что он отключит ваш Wi-Fi и включит свой собственный, то есть, ваш телефон будет без Wi-Fi. И коммуникация с камерой будет через Wi-Fi, который он установил. Почему нельзя было сделать через Bluetooth, понятия не имею. Тем более, особенно, когда все чипы Wi-Fi наедут с Bluetooth в основном. До сих пор я этого не понимаю. И каждый второй раз у меня Wi-Fi не подключался. Я не понимаю по какой причине. Я считаю, это довольно-таки неприятно. Далее скажу так, что даже после подключения к камере, весь этот, как бы, презентация, она не интуитивная. И я бы от такого дорогого продукта и ожидал немножко больше. Ну ладно, ничего страшного. Продвигаемся дальше. Дальше был, как по мне, самый неприятный момент. Камера берет карточку SD, что, в принципе, стандарт. И эта карточка может быть, по-моему, до 256 гигабайт. Но что меня поразило, ни один формат, кроме FAT32, не будет эта камера запускаться. Карточка должна быть отформатирована в формате FAT32. Что это означает? Означает, что максимальная емкость клипа может быть 4 гигабайта. После 4 гигабайта клип будет обрубаться и переходим на следующий клип. То есть, если вы снимаете, допустим, я снял в изображении в 2К или в 4К в качестве, у меня 10-минутный клип вышел 3 файла по 4 гигабайта. Что потом происходит? Вы не можете это посмотреть. Это нужно все соединять. Софт, который дает GoPro, либо грузит компьютер, либо, если вы это делаете на телефоне, это берет неимоверное количество времени. Я так и не понимаю, какая проблема была разрешить камеры боты в формате NTFS или другому, который мог бы использовать файлы больше 4 гигабайтов. Это, как по мне, настолько шокировало. Камера, которая стоит за такое количество денег, чтобы был такой недосмотр. Потом, даже в более дешевой камере, как, допустим, DJI Osmo, там есть экран спереди. То есть, грубо говоря, если вот я сейчас, допустим, снимаю это видео, я не знаю, я в экране или нет. То есть, единственная репрезентация моя, как я вижу с камеры, это экран, который будет смотреть на меня. В GoPro 8 версии экран только сзади. То есть, если вы не снимаете, если вы хотите сделать так называемое селфи-видео или влог, вы не видите, что снимается. Как по мне, это полный недостаток камеры, особенно по такой цене. Вот. Дальше я не понял дизайна. Дизайна в плане батарейки. А давайте коснёмся батарейки. Почти все современные приборы, батарейка, то есть, телефон работает чуть ли не на день, да. Допустим, камера маленькая, батарейка в два раза меньше, чем в телефоне. Ну, я думал, что он на 2-3 часа будет хватать батарейки. Ничего подобного. После 10-минутного клипа у меня ушло 25% батарейки. Я понял, что больше 30 минут я не могу этой камерой снимать. Мне нужно подключать наружный источник питания. Наружный источник питания подключается только открытием резервуара, где находится батарейка, карточка и также гнездо. Что это означает? Что, не дай бог, я снимаю и пошёл ли дождь, или я снимаю в воде, эта камера начинается быть водопроницаемая. Даже в простых телефонах сейчас делают коннектор, который делает телефон водонепроницаемый и также его можно заряжать в любой момент. Я так и не понял, почему камера стоит такие бабки и этот вот, и нельзя было сделать дизайн, чтобы камеру можно заряжать, не открывая отсек батарейки и карточки. И последнее, что мне удивило, это дизайн, где находится сама SD-карта. Дело в том, что если даже вы откроете колпачок, где находится батарейка и карточка, не вынув батарейку, не слишком просто достать карточку. Нужно какой-то или острый прибор или чем-то нажать. Пальцем, если у вас нет длинного ногтя, невозможно достать карточку. Почему нельзя было сделать карточку с немножко, чтобы был выступ, чтобы можно было нажать и поменять карточку быстро, понятия не имею. И таким образом, в принципе, все говорят, насколько хорошая камера, насколько все прекрасно. Скажу честно, снимает она хорошо. Может она снимает даже на те деньги, на которые она стоит. Но дизайн, функциональность, батарейка, карточка памяти и отсутствие экрана спереди делают эту камеру фактически невозможной для работы. Если честно, я могу быть неправ. Ставьте отзывы внизу видео и дайте им знать, если у вас есть такая же камера или предыдущие модели, как вы с этим справляетесь. Нормально ли это в камере, когда стоят такие деньги, чтобы были такие недостатки. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео или другие любые видео на моем канале, и вы не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить ни одно другое видео на этом канале. Большое спасибо за просмотр. Гриша из Брисбена, Австралия.